У меня есть английский и русский. Я думаю, что можно русский, да? Ну, пока да, можно русский. Все, поехали. Слайды видно, да, сейчас? Да. Еще раз всем добрый день. Тема моего доклада «Преобразование венеровской меры и обобщение Теремы Герсанова». В своем докладе я представлю два основных результата. Во-первых, я дам формулировку Теремы Герсанова в том виде, в котором она будет мне нужна. Далее я докажу обобщение Теремы Герсанова для одного класса вероятностных распределений, которые сингулярны относительно венеровской меры и которые получаются как условные распределения венеровского процесса. Ну и во второй части доклада я рассмотрю более общий подход к обобщениям Теремы Герсанова, связанные с упреждающими сдвигами и теорией расширения фильтрации. Ну, для начала основные объекты мы будем рассматривать венеровский процесс и порожденные им фильтрации. Ну, я буду считать, что все случайные величины измеримы относительно рассматриваемого венеровского процесса. Мы будем использовать представление Кларка, который утверждает, что для любой интегрируемой случайной величины существует единственный согласованный случайный процесс. Такое, что случайная величина представляется как стахистический интеграл от этого согласованного случайного процесса. Ну и такой процесс единственный. Давайте рассмотрим неотрицательную и случайную величину с математическим ожиданием единица. Запишем ее представление Кларка и определим Мартингалу ρt как процесс условных математических ожиданий. Теорема Герсанова утверждает, что относительно вероятностной меры q, которая задается с помощью плотности ρ, относительно исходной вероятностной меры. Процесс, который получается из венеровского вычитания интеграла h поделить на ρ является венеровским процессом. Относительно новой вероятностной меры. И я буду обсуждать обобщение этой теоремы. Для начала я дам две эквивалентные формулировки. Давайте новый венеровский процесс обозначим через w стильдой, ну и отношение h на ρ обозначим через a. Тогда теорема Герсанова может быть переформулирована так. Если задан непрерывный случайный процесс, распределение которого абсолютно непрерывно относительно венеровской меры, то существует согласованная функция a, и венеровский процесс, измеримый относительно процесса это, такие, что для процесса это выполняется уравнение 1. Ну и будем говорить, что теорема Герсанова выполняется для вероятностной меры, ну если она выполняется вот в приведенном смысле для непрерывного случайного процесса с распределением ν. Здесь мы не требуем, чтобы ν было абсолютно непрерывно относительно венеровской меры. Ну и вопрос, которым я занимаюсь, состоит как раз в изучении вероятностных мер на пространстве непрерывных функций, которые сингулярны относительно венеровской меры, но для которых выполняется теорема Герсанова вот в том смысле, который был указан на предыдущем слайде. Ну и второй вопрос, мы видели, что если выполняется теорема Герсанова, то случайный процесс является решением некоторого стихотического дифференциального уравнения, ну и вот интерес представляет характеризация распределения процесса как решение такого уравнения. Ну вот классический пример это распределение броуновского моста, которое сингулярно относительно венеровской меры, но для которого справедливо вот стихотическое дифференциальное уравнение, ну и броуновский мост это единственное сильное решение такого уравнения. Данные исследования были мотивированы моими результатами из предыдущего доклада, которые связаны с границами кластеров в потоках со склеиванием. А именно, давайте рассмотрим поток аратия со сносом B. B это липшицевая функция, у которой отрицательная производная. Тогда было доказано, что для таких потоков существуют стационарные точки, и единственность была доказана. Это результат нашей совместной работы с Андреем Анатольевичем и Шмальфусом из Иены. Если мы обозначим через Y и Z, то обозначают границы кластера всех стартовых точек, которые в момент времени 0 пришли в стационарную точку Z. Нас интересовало, как распределены вот эти границы кластера Y и Z. Ну и был получен следующий результат. Давайте через гамма обозначим следующую вероятность. Это вероятность того, что стационарная точка попала в интервал Y и Z. Ну и тогда оказывается, что при условии, что стационарная точка равна X, пара процессов Y и Z по распределению совпадает с решением вот такой вот системы стационарных дифференциальных уравнений. Значит, здесь DY, T, здесь должно быть написано DZ, T. То есть снос в Y и Z – это снос минус B, где B – это был снос в исходном потоке ратья. Ну и к нему еще добавляется слагаемая – это логарифмическая производная функции гамма. При этом процессы стартуют из точки X, и Y почти всегда меньше, чем Z. И, кроме того, было доказано, что такое уравнение 2 имеет единственное сильное решение. Вот этот пример мотивировал более подробное исследование вопроса, в каком случае распределение винеровского процесса условное, при условии, что процесс находится в некотором открытом множестве, можно представить как решение некоторого стахастического дифференциального уравнения. Почему именно винеровский процесс? Ну потому что траектории потока ратья – это траектории независимых винеровских процессов, которые склеиваются в момент встречи. Ну и вот на этой картинке Y и Z – они совпадают с траекториями двойственного потока. То есть это независимые винеровские процессы, которые должны стартовать из… У меня тут замечание. Они совпадают, как бы похуже на траекторию двойственного потока, но стартовавшие из случайной точки. Поэтому их распределение вообще нельзя сказать, что оно винеровский. Ну хорошо, Ира, все, дякую. Да, да, но мы зафиксировали Z. То есть Z сейчас детерминированная? Мы тут… Да, мы рассматриваем условное распределение YZ при условии, что стартовая точка Z фиксирована. Z фиксирована. Тогда тоже не очень понятно. Тогда в двойственном потоке из детерминированной точки выходит одна точка. Правильно. Тогда нельзя, наверное, говорить, что процессы α или X и Y, они винерские. Нет, нет, я не говорю, что это траектории двойственного потока, но на самом деле Y и Z получаются как пределы траектории двойственного потока. Огибающие. Они огибающие для детей. Да, это огибающие. Ну и действительно по распределению они, получается, что они действительно совпадают с траекториями двойственного потока при условии, что они не встречаются. То есть в двойственном потоке есть такие точки, в которых расходятся две огибающие. Это не броуновские движения. И вот это они есть. Ну и тут еще одно условие, что Y должно пойти на минус бесконечности, а Z должно пойти на плюс бесконечности. Ну, я в качестве мотивации привожу этот результат. Теперь я хотел бы перейти уже к результатам. Давайте рассмотрим G, это выпуклое открытое подмножество, не R2, RD. RD с гладкой границей. Та уже будет обозначать момент выхода. И через гамма будем обозначать вероятность того, что процесс не вышел из этого множества до момента времени T. Через ν от х мы зададим условное распределение венеровского процесса при условии, что на отрезке времени 0,1 этот процесс оставался в множестве G. В работе Гарбита 2009 года было показано, что распределение ν х слабо сходится куда-то, когда х сходится к граничной точке множества G. То есть существует случайный процесс, который ведет себя как венеровский процесс при условии, что он живет в G, но стартует он из границы множества G. Это же как экскурсия какая-то? Да, это как экскурсия в множество G. Это не совсем экскурсия, она не выходит из него в момент времени 1, но она там остается на протяжении времени 0,1. Ну и в связи с предыдущими результатами был вопрос, можно ли подобным образом охарактеризовать вот эти распределения ν х 0. Ну и теорема первая, о которой я хочу поговорить, звучит следующим образом. распределение ν х 0 является распределением решения вот уравнения 3. то есть это d это t, это dWt плюс логарифмический градиент функции гамма. Ну и начинается процесс с точки х 0 и дополнительное условие, что процесс почти всегда живет в множестве же. То есть я покажу, что мера ν х 0 является распределением решения такого уравнения и докажу, что уравнение имеет единственное сильное решение. А что такое гамма? Гамма это вот такая, это вероятность того, что венеровский процесс вышел из точки х и оставался в множестве же. Ну, доказательства я разобью на несколько шагов и сначала оказывается, что основной технический случай, который нужно рассмотреть, это случай одномерный. когда g это полупрямая, х 0 равно 0. Давайте рассмотрим этот случай подробно. В этом случае вероятность гамма g вычисляется явно, ну, и она является решением уравнения теплопроводности внутри области g. Ну, и к процессу, который стартовал из положительной точки х, мы можем применить теорему Герсанова. В качестве плотности мы сейчас возьмем случайную величину ρ. Давайте запишем ее представление Кларка. Значит, представление индикатора как стахистический интеграл, ну, оно получается просто из формулы ито и уравнение теплопроводности на функцию гамма g. Ну, и соответствующий мартингал роте также выписан, он вычисляется с помощью марковского свойства. Таким образом, если х больше нуля, то распределение венеровского процесса при условии, что он остается положительным, является распределением решения такого уравнения. чтобы получить снос, нам нужно подинтегральное выражение в представлении Кларка поделить на мартингал роте. Ну, и тогда как раз получается логарифмическая производство. Ну, и теперь идея в том, чтобы взять предел, когда х сходится к нулю. Такой процесс известен довольно давно. ссылка на статью Дюрета и соавторов. Он называется у них Броуниан Меандр. Ну, и известно, что процессы ЭТХ слабо сходятся к этому процессу. Ну, и теперь мне нужно обосновать возможность предельного перехода вот в этом сейчас. Георгий, можно спросить, вот это они доказали, что процессы слабо сходятся, или это нетрудно увидеть, что они к нему сходятся? Нет, они доказали, и они доказательства там такое, что вот этот процесс Броуниан Меандр, он получается с помощью последнего нуля венеровского процесса. Ну и что? Почему вот эти почему есть слабая сходимость? Ну, это доказано в статье, вот, но это не очевидный результат, идея там в том, что вот этот процесс, предельный процесс, он получается, это как последняя экскурсия венеровского процесса правильно шкалированная. Ну и там уже используется непрерывность траектории. Ну, то есть вы сейчас им пользуетесь этим утверждением? Да, я использую то, что есть слабый предел. Меня интересует представление слабого предела как решение дифференциального уровня. Значит, из того, что есть слабая сходимость, можно построить такую последовательность эксентах, которые сходятся к нулю. Ну и на новом вероятностном пространстве можно построить копии предельного процесса и копии допредельных процессов вместе с венеровскими процессами, для которых будет сходимость почти наверно. и теперь идея состоит в том, чтобы проверить, что сносы также будут сходиться в L1. Сейчас оказывается, что все эти сносы не отрицательные. Поэтому можно применить лему шефа, то есть достаточно проверить сходимость математических ожиданий. Ну и для этого будет две технические леммы. Лемма номер один, просто математическое ожидание вот таких интегралов от нуля до S сходится к выражению в правой части и это выражение в правой части непрерывно зависит от S. Чтобы это увидеть, давайте мы запишем интегральное представление для это допредельное, ну и тогда математическое ожидание сноса это математическое ожидание это минус X N. Ну и это значит, что процесс это у нас задавался как венеровский процесс при условии, что он остается положительным, ну тогда по марковскому свойству так считается математическое ожидание, ну а распределение венеровского процесса при условии, что он был положительный до момента S имеет известную плотность. Вот сейчас вот эта плотность. там в плотности разность двух экспонент, да, ну и одну мы вынесли. Ну все, теперь можно вычислять предел, тут при делении на X числитель и знаменатель сходятся вот к такому, ну к нужному выражению. То есть вот такая лемма проверяется. Значит то, что сходятся математические ожидания интегралов по конечному отрезку позволяет нам убрать время от нуля до дельта и возле единички. ну а дальше как раз логарифмическая производная может быть оценена вот такой функцией, ну и проверяется, что математическое ожидание там в какой-то степени больше единички равномерно ограничены. опять же здесь используется плотность венеровского процесса, который не попал в ноль там зафиксированное время, ну и в результате получается вот такое выражение, которое куда-то сходится при настремящемся бесконечности. Это хорошо, То есть вроде как можно проверить, что это будет решение, так? Да. А вот как быть с единственностью? Значит, да, то есть вот в этом равенстве можно перейти к пределу и для того, чтобы доказать, что есть единственное сильное решение, достаточно проверить по траекторную единственность. Но если у нас два процесса удовлетворяют задачи четыре, тогда мы можем взять их разность в квадрате, продифференцировать, ну и это будет разность эта минус разность логарифмических градиентов. Ну и тут оказывается, что функция гамма логарифмически вогнутая, то есть такая разница всегда меньше равна нуля. Так что в частности мы доказали, что для процесса Броуниен-Меандр для него есть стихотическое дифференциальное уравнение. теперь давайте рассмотрим следующий случай, в многомерном случае, когда же это полупространство, ну и из доказанного тогда следует соответствующий результат. Мы можем рассматривать только одну координату, которая направлена вдоль вектора Е. Теперь как это помогает в общем случае. Из наших предположений на область Ж следует, что мы можем выбрать шарик, который лежит внутри области, ну и касается границы в точке Х0. Ну то есть имеет место следующее включение. сейчас я попытаюсь нарисовать, как это выглядит. наша область, это точечка Х0, это касательное пространство, ну и тут должно быть шарик. Тогда известен результат Бердзи, который говорит, что для значит у Бердзи доказан критерий, какие множества для экскурсии из полупространства являются регулярными или регулярными, то есть в какие множества он сразу попадает. И оказывается, что шарик, который касается полупространства, для экскурсии в это полупространство является регулярным множеством, то есть экскурсия сразу попадает в этот шарик. раз так, такая экскурсия может с положительной вероятностью это не то же самое, просто что сам в Венеровский процесс попадал. Почему это не то же самое? Потому что по-моему в больших размерностях это не так вообще. Сейчас, сейчас. Вот мы что знаем? вот если бы мы имели дело с сейчас, он же прилипает, да, и что там должно быть? Там как-то должен сходиться интеграл от потенциала как-то по дополнению. Ну, вот как те слимные, да? Да, но для экскурсии там другое условие. Ага, вот все как мой вопрос даже не об условии для Венеровского процесса. Тут понятно, что оно выполняется, да? Вот я меня интересует для экскурсии там меняются условия, да? Да, меняются условия. А в чем оно состоит для экскурсии? Сейчас давайте я запишу. Давайте рассмотрим такое множество ВРН. после вращений и сдвигов давайте пускай х0 у нас будет равно нулю и мы рассмотрим вот такое множество. Значит, функция h должна она убывает в окрестности нуля и интеграл от нуля до какого-то эпсилон hr на r квадрат dr сходится. Это вещь на r квадрат, да? Да, на r квадрат. Сейчас так думаю. А потенциал нам какой сейчас давал бы при r? Потому что критерий дизайна там да, да, это безразмерный критерий. Интересно. Интересно. При таком условии экскурсия должна сразу зайти за множество жи. Вообще это наверное идет речь как экскурсия которая живет фиксированное время как минимум, да? Нет, это просто экскурсия в положительную полуплоскость. А можно мне сказать два слова? Да. А я думаю, что начало экскурсии и начало винарового процесса это разные вещи. Да, конечно. Вот у него он как бы говорит язык снова, да? Да. А, но это отличается только тем, что это экскурсия стартовал в экскурсии. Ну да. 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 Поэтому она сразу уже идет в положительном направлении. А когда стартует винаровый процесс, то он много раз пересекает. Это разные вещи. то есть речь идет все-таки об экскурсии в положительное. Да, да. То есть вопрос только в том, а попадет ли она в шаг? Да, и она сразу попадает в шаг. А, вот все, все. Причем любого радиуса, да, или лишь любого. Тут важно, как ведет себя вот эта функция h. Ага. Понятно, понятно. но этот результат позволяет записать меру NUX0, то есть NUX0 это было распределение винаровского процесса при условии, что он живет в области G. Эта мера тогда может быть получена как условное распределение экскурсии в положительную полуплоску. мягкость. И она сейчас хорошо определена, потому что вероятность того, что экскурсия стартовала из границы и положительное время остается в G, она больше нуля. То есть сейчас мера NU для множества G это абсолютно непрерывная замена меры NU для множества H. H. А значит мы можем применить к ней теорему Герсанова. Давайте определим такую вероятность TTS X. Это вероятность того, что наша экскурсия эта стартовала из X момент S и живет в множестве G. Я прошу прощения, тут должно быть G. G. Тогда аналогично выписывается представление Кларка и мартингальная часть. Ну и по теореме Герсанова условное распределение экскурсии при условии, что она живет в множестве G пересчитывается так. То есть к логарифмическому градиенту добавляется еще один логарифмический градиент. Ну и потом эти две вероятности умножаются и дают вероятность гамма G. Таким образом получено представление меры распределения решения уравнения 5. Ну и потраекторная единственность имеет место по тем же соображениям. Сейчас функция гамма G логарифмически вогнутая. Ну это прямо доказано, это исследует из неравенства браском полиба. То есть это я думаю, что это известная работа для фундаментального решения уравнения теплопроводности в выпуклых областях. фундаментальное решение само логарифмически выпукло. Таким образом теорема 1 доказана и мы получаем большой класс процессов, у которых сингулярные распределения относительно венеровской меры, для которых справедлив аналог теоремы Герсанова. причем во всех наших примерах снос выглядит очень похоже, снос как-то выражается через логарифмические производные, поэтому возникает естественный вопрос как-то более общим способом описать распределения, которые могут быть сингулярны, но для которых справедлив аналог теорема Герсанова. В этом направлении я рассматривал упреждающие сдвиги венеровского процесса. Давайте рассмотрим процесс это, который равен WT плюс интеграл некоторого процесса. И давайте предположим, что случайные величины сейчас измеримы относительно некоторой сигмалгебры А. случайной величины Gs измеримы относительно сигмалгебры А. Зададим расширенную фильтрацию G как фильтрацию порожденную FT и А. Известно, при условии Ж-кода если сигмалгебра А порождается случайной величиной и если условные распределения случайной величины кси относительно FT абсолютно непрерывно относительно некоторой меры то существует интегрируемый G согласованный случайный процесс такой, что процесс Ws-фолной который равен Wt минус интеграл процесса C является G-венеровским процессом. ну и если теперь Wt подставить в определение процесса это то получится что процесс это G-венеровский процесс плюс интеграл от G-согласованного случайного процесса. Ну и из этого следует что для процесса это выполняется теорема Герсана. Давайте заметим что процесс это его фильтрация меньше чем фильтрация G и процессы которые стоят под интегралом W они вообще говоря не согласованы относительно это. Это можно исправить. Давайте определим процесс B как процесс это минус интеграл от такой согласованной проекции процесса A-сволновой Ну и тогда можно проверить что процесс B является Мартингалом Ну раз это Мартингал то процесс B является же Виннеров процессом и значит это можно записать как Виннеровский процесс плюс снос и сейчас и Виннеровский процесс и снос являются уже это измеримыми Ну так что при выполнении условия же кода можно получать некоторые обобщения тюремы Герсанова Однако для наших примеров условия же кода слишком ограничительны Например если сигмалгебра порождается только значением вирусного процесса в одной точке то условия же кода уже не выполнено потому что если мы будем брать условные распределения относительно ft где t больше чем 1 2 то все эти условные распределения будут взаимности сингулярны 2 5 1 Согласованный случайный процесс, интегрируемый, такой, что для достаточно большого семейства А измеримых случайных величин представление Кларка может быть записано в следующем виде. Семейство случайных величин, для которых это верно, должно порождать сигмал ГБА. Тогда, если мы отнимем интеграл C от W, то получится G-Венеровский процесс. Чтобы это проверить, достаточно проверить такое равенство. Причем оно должно быть выполнено для любого множества D из сигмал ГБА ФС, ну и для А измеримой ограниченной случайной величины, ну как раз из того семейства, о котором идет речь в теореме. Тогда математическое ожидание вычисляется следующим образом. Венеровского процесса как стахастический интеграл. По предположению, альфа записывается как стахастический интеграл. Ну и у нас тут появляется произведение двух стахастических интегралов. Ну и мы знаем, что как раз если отнять интеграл от произведения, то это будет Мартингал. Таким образом, получается нужное равенство. Условия теоремы 2 можно проверить в нескольких примерах. Например, если сигмал ГБА порождается значениями венеровского процесса в конечном множестве точек, тогда такой процесс C существует, ну и вот он равен такой сумме. Ну это, так как, каждая слагаемая в этой сумме, это как снос для Броуновского моста. А что такое R здесь? Ну CR, CR это процесс, индикатор, да, индикатор от R должен быть. Чтобы получить эту формулу, в качестве альфа выберем гладкую функцию от значения венеровского процесса. Тогда для нее справедлива формула Кларка-Оконе. Значит, DR альфа это сейчас стахистическая производная. Ну и если мы предположим, что R между SG-1 и SG, тогда стахистическая производная считается, да, как сумма частных производных G. Ну и мы просто вычисляем условное мотожидание. Ну и как раз в этой формуле X-1 как раз соответствует разности, соответствует приращению от WR до WSG. Значит, сумма частных производных G это как раз производная по X-1. Ну и мы интегрируем по частям. Ну да, вот как раз выполняется сейчас возможность вот этого условия за счет того, что мы имеем такие условные распределения, что выполнена формула интегрирования по частям с производными по исходному пространству, так? Да. Вот. Ну вот может быть это, вот мы, как-то мне кажется, вот общее условие должно быть как-то именно в терминах условных распределений по сигма-алгебре А. Ну это потом, хорошо. Ну да, я тоже потом про это скажу немножко еще. Так, ну и как следствие этой теоремы, если у нас процесс ETA записан как упреждающий сдвиг венеровского процесса, GR-ты измеримы относительно сигма-алгебры, порожденные значениями процесса в конечном числе точек, тогда для процесса ETA выполняется теорема Герсанова. Ну и чуть-чуть позже я покажу, там явно записывается снос. Оказывается, что приведенное условие обобщает условия ЖАКОДа. То есть если условные распределения случайной величины абсолютно непрерывны, если мы через QTX обозначим плотность, тогда для каждого X этот процесс Мартингал, у него есть представление Кларка, ну и оказывается, что условие теоремы 2 выполнено с вот таким вот процессом CS. Ну это ровно тот снос, который в теореме ЖАКОДа. Ну здесь я записал соответствующее вычисление. Мы берем случайную величину как произвольную функцию от XI, записываем ее представление Кларка, ну и вычисляем. Значит, когда мы считаем условное распределение ЖАКСИ относительно FT, то по предположению мы его записываем в виде вот такого интеграла. Потом под одним отожиданием записываем QT и стахистический интеграл и получаем тут интеграл H на F. Осталось вернуться назад. Таким образом, действительно, представление Кларка для случайной величины альфа может быть записано вот в таком виде. как альфа умножить на то, что должно быть сносом. Ну здесь я не то написал. Давайте я напишу, как должно быть. Если в качестве КСИ мы выберем стахистический интеграл какой-то функции βRDWR, то условия нашей теоремы также можно проверить. Для такой случайной величины... Это β не случайно. β сейчас не случайно, а из L2. А, не случайно. β просто... Тогда процесс CR, который получается, это βR, интеграл от R до единички βS, деленный на интеграл от R до единички β²SDS. А это значит, что для процесса это тогда получается вот такое разложение. Этот пример интересен тем, что сам снос, куда входит β, может быть, это может быть не интегрируем абсолютно. Если мы посчитаем математическое ожидание сноса, то получается вот такое выражение. Ну и вот в качестве примера можно взять βR, как единичка на 1 минус R на экспоненту. Ну и как раз в этом случае снос не интегрируется. Известный результат Жолины Йор говорит, что в этом случае, поскольку процесс цегауссовский, то такая неинтегрируемость равносильно тому, что сам интеграл почти, наверное, расходится. Так что, ну, этот пример показывает, что условия нашей теоремы могут быть, может уточняться. Ну, в частности, вот условия интегрируемости не всегда выполнены. То есть снос есть, но он не абсолютно интегрированный. Это, в общем, все результаты, которые я хотел сегодня показать. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы? Комментарии? Ну, можно мне? Вот здесь снос получается не абсолютно интегрируемым, но там ведь фигурирует, но ведь его надо интегрировать. И в каком-то смысле? Да. Ну, в данном примере мы можем его проинтегрировать вплоть до единицы. Он будет абсолютно интегрируем. Он там на конце расходится, да? А на конце у самого интеграла должен быть предел. Ну, тут интересно, что этот пример можно обобщить и сделать такую проблему не в единице, а в нескольких точках. То есть вроде как мы должны убирать множество маленькой меры, на которой будет интеграл, и дальше в каком-то смысле брать предел. То есть это означает, что вот в этих изолированных точках, где будут неприятности, туда просто можно, ну, как бы, там, доопределить процесс предельным значением, да? Да, то есть предел должен существовать. Ну, да, это не собственный интеграл. Да, это не собственный интеграл, да. Понятно. Ясно, ясно. Георгий, так все-таки, возвращаясь к вот этому условию обобщения условия ЖКОДа, действительно такое впечатление, что выходит, надо, чтобы условные распределения по вот этой сигмалгебре были такими, ну, как бы, логарифмически дифференцируемыми относительно исходной производой, да? Ну, возможно, это нужно формально записать и посмотреть, что из этого получается. Похоже, что это было бы подходящее условие. Да, похоже. И как раз похоже, что вот этот пример, он тоже укладывается в эту схему. Да, ну да. Только нужно сигмалгебру расширять чем-то вроде момента выхода. Да. Вот. Понятно. Да, кстати, это связано вот для такого остановленного процесса. Стоит посмотреть просто, ну, как все там, даже вот не касается условного распределения, а поначалу вот как могло бы выглядеть стахистическое исчисление, да? Там будет добавляться как раз вот эта производная вероятность того, что он не вышел. Я думаю, собственно говоря... Ну вот для таких процессов мы уже доказывали формулу Крылова-Веретейникова. Ну да. Но как бы такой характеризации тогда не было. Ну, мы ее так доказали. Там, да, там возникают логарифмические производные, ну и там плюс еще возникают дополнительные множители, связанные с вероятностью того, что он не вышел. Ну да, да. Так вот, это означает, что как раз чуть-чуть правило дифференцирования остается тем же, а получается, что он допускает как бы формулу интегрирования по частям, на самом деле. Возможно, да. Мне это интересно. Стоило посмотреть вот с такой, как бы, какой-то общую точку зрения. Хорошо. Значит, если вопросов нет, следующий доклад, это Суридов занял, да? Нет, но в расписании вы в следующий раз. А, в расписании я. Да, я уже делал за это. Так, а она там когда-то в другой момент, да? Нет, там еще не скоро. А, понятно, понятно. В расписании я. Ну ладно, шо ж делать. Хорошо. Шо ж делать. Ладно. Ну, тогда объявление будет. Я не знаю, может, я буду все-таки использовать скайп, тогда я просто буду писать на доске, и будет видно, что я пишу. Ну, как бы, ближе к семинару. Ну, хорошо. Тогда всем спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания.